Девочка-пай 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 писать, которые тоже звучали так суперлоуфайно, и он какое-то время был типа менеджером, Федорович, если можно так назвать, ну и типа постоянно был рядом, ну и мы с ним жили целый год. Это он мне, собственно, сказал, что давай, чувак, поиграем вот эти песни из четверти века, ну классный материал, и они были готовы просто это все сыграть, ну и Саша пришел уже на репетицию с высылочными партиями, типа вот я тут подобрал, ну и потом я им еще комментировал, типа какие партии сыграли, потому что опять же каждый человек, когда хочет что-то сыграть, может какие-то моменты интерпретировать в свою сторону, ну точно так же, как я это делаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Свою судьбой, вся жизнь её иллюзией была, Жила для того, чтобы людям делать больно И разбивать сердца. Но вот однажды улыбилась, Сердце в ритме забилось, А опасность мимо пропустила, И сердце нечаянно разбило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну Coffee Union у меня висела к тому моменту уже какое-то время, года два. Это был такой первый свежий трек, ну такой инспирированный современной инди-музыкой. Я помню, что в Эйблтоне у меня проект назывался «Чо, пацаны, Магдамарка» Вот. И я его как-то, ну, закончил таким образом, что просто оставил такой, какой он есть, просто сгладил углы, А, ну, все остальное, ну, весь инструментал был очень такой сырой и записан дома. И вот исключение на все эпишки, это, типа, единственный трек, который я записал полностью дома. Вот. И все остальное я записал, все песни с эпишки, такой, как бы, полуимпровизацией в студии. Вот. И очень классно, что оно вышло так, как вышло. Зашло людям, я считаю, вот так. Я буду продолжать в том же духе писать какие-то странные подпесни с неочевидным инструменталом, потому что мне это нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заварился ты кофе С молоком и сахаром Скажите неправильно Пить кофе с молоком и сахаром А мне так больше нравится А мне так больше нравится Я заряжен энергией На весь оставшийся день Проходит на отлично И день проходит на отлично И день закончился И день закончился ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звонит знакомый номер Выезжать пора Завариваю кофе Я точно знаю, что Ночь пройдет на отлично И ночь пройдет на отлично И утром мне так уж отвратительно Сколько буду я всегда А я хотел про 107 рассказать еще Откуда идея пошла изначально Я как раз поехал, по-моему, в первый раз в Питер То ли в Москву Со своей первой этой Луп программой Как это назвать? Ну, когда я стал первым Одином стопом И я ехал на маршрутке Уже обратно в Минск И я увидел 107 автобус Ну, местный И такой Подумал про себя 107 отвези меня домой Я когда Я тогда как раз жил на Глебке И 107 реально мог бы меня отвезти домой Я подумал Была бы прикольная песня Только она у меня в голове Тогда была какая-то гранжовая Но я потом со временем вспомнил Эти строки И приспособил под этот трек И подумал Блин, это же вообще отличная идея То есть, когда вот отложены Какие-то мысли Которые были у тебя Пару лет назад Но ты их запомнил Они могут выстрелить Потом через какое-то время Потому что они Обросли смыслом И какой-то весомостью И ты можешь Очень грамотно Сформулировать эту мысль И закончить Хотя ты до сих пор Не дописал толком Я текст написал как раз Перед съемками Что мне не хватало Там буквально пару строчек Ну, что, мне кажется Я нормально справился Я как раз спрашивал у Ну, типа у всех Какие есть истории Чтобы, ну, какой-то Даже фольклор из этого сделать Ну, такой импровизированный Там, где есть строчка По размытой дороге И ты бежишь к нему Это тоже была история От подруги Моей, Светы Она написала, что в детстве Когда ты тоже бежал Ну, за автобусом Через, ну, такое подтопленное поле В зимнее или весеннее, по-моему Ну, вот Ну, такая ассоциация И, мне кажется, классная Классный прием в песни Я пледу с тобой туда Я пледу с тобой туда Где никто нас не поймет Где никто нас не поймет И не спросит, как дела И кофе не напьет Я плыву с тобой туда Где на все один ответ Мы будем танцевать И гнать велосипед Сто седьмой Отвези меня домой Сто седьмой Отвези меня домой Сто седьмой По разбытой дороге Ты спешишь к нему Сто седьмой Отвези меня домой Сто седьмой Отвези меня домой В музыке, в искусстве важна доля какой-то иронии, самоиздевки, мне кажется, это предрасполагает как-то зрителя к себе и, ну, как-то лучше становится, не знаю, типа того. Эта тема раскрыта в песне White Cave, Low Art Value, низкий художественный уровень. Там, типа, два припева, ой, два куплета, в смысле, и они, как бы, две крайности описывают. Типа, у твоей музыки низкий художественный уровень, потому что ты воспринимаешь ее слишком серьезно и, типа, какой-нибудь игрушечный инструмент и запиши трек про свой психоделический завтрак. Одна претензия. Вторая претензия, типа, у твоей музыки очень низкий художественный уровень, потому что ты воспринимаешь ее слишком легко. Очередная группа на бэндкэмпе, очередная кучка лузеров с района. Вот. Типа, в таком духе, потому что есть две крайности, они могут бесить, если, ну, потому что там не клеится в какой-то момент. Но если, как бы, здраво относиться к творчеству, там, допускать туда. Вот тут мы сделаем серьезно, доработаем момент, а вот тут мы пути, а вот тут мы доступим, здесь мы допустим чуть импровизации и случайности, чтобы сделать это жилым. Потому что, ну, у некоторых получается слишком мертвая музыка, потому что они ее вообще выверили, выдращили до беспредела просто. И это уже как будто бы не имеет смысла. Ну, для кого-то имеет смысл, опять же, типа, вот так. Ну, то есть, да, бывает такое чувство, что я начинаю слушать какую-то музыку и понимаю, что я не могу это слушать, но прекрасно понимаю, что есть масса людей, которым это зайдет, поэтому я просто, ну, как-то отрешаюсь тут, ну, на свою волну переключаюсь, ну, что понимаю, что это она забракензол, как батя сказал. Ты не знаешь, что в моей голове, не верно я откуда ты свалился. Ты здесь ручки на магнитопоне. Думаешь, что-то поменялось, уже идет пятая чашка когни. Что теперь ты точно не заснешь? Время мне что-то мешает идти. Наверное, луны, песок, майклинский. Сегодня поздно ночью я вернулся домой. Ты решила меня не дожидаться. Теперь ты слишком далеко. Поехали! 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 Луны, песок, твои близкие. Сегодня поздно ночью я вернулся домой. Ты решила меня не дождаться? Ну, моя музыка вся фишка, потому что там все супер неочевидно. Я тоже всегда называл творчество Apple Picker экспериментальным, потому что, по сути, это и есть эксперименты, потому что я беру левое и правое, а первое и второе, там, горячее и холодное, совмещаю и смотрю, что из этого получится. И, скорее всего, мне нравится. Там, за редким исключением, получается какая-то редкая хуйта, которая мне самому не нравится. Но зачастую с этим можно что-то сделать, ну, или я просто к этому привыкаю. Ну, в принципе, пофиг. И, то есть, все треки, в них куча всяких приколов, если сравнивать их с обычными записями. Например, я люблю писать ударку на один микрофон на пленку. И это звучит вообще очень супер. Хотя, в последнее время я тоже стал писать грамотно ударку, типа, там, ну, четыре микрофона минимум, чтобы все звучало просто, ну, crispy, fresh, hot from the bottom. И тоже получается очень прикольно. А, ну, когда были лупы, ну, может, ну, какой-то обычный человек не скажет, что это записано с лупером. Ну, там слышно, что все повторяется, но у меня в предыдущем музыке все тоже повторялось, но я это делал в секвенсоре. А тут, ну, это все живое музло, живое исполнение, и оно писалось просто по такому сознанию на пленку. И это сложно понять, ну, если ты этого не скажешь. Ну, и, конечно, я на компе потом после оцифровки это немножко подчищал, но... Да. Да, два баса, например. Я на четверти века там гитары... Ну, гитара вообще не доминирует, она выполняет какую-то такую дополнительную роль. Ну, получалось... Разные дорожки. Ну, это получалось очень просто. Я просто записывал первый вариант, потом думал, ну, неплохо, мне этот дубль нравится, но я хочу, типа, сыграть лучше, но этот не хочу стирать. Это же все пишется на эту порту. И у меня восемь дорожек. Типа, у меня тут есть уже ударка. Ну, и чтобы не засорять просто все дорожки и кучей дублей, и что-то оставлять конкретно, я писал, типа, еще одну дополнительную басовую. И, ну, она получалась отлично, но потом я, когда их включал одновременно, я такой, вау! Типа, я оставляю это. А на гитаре... Для меня сейчас гитара, на самом деле, такой довольно скучный инструмент, потому что я с ней наигрался, и мне сейчас очень прикалывает вообще ритм-секция в целом, барабаны с басом. И, ну, это просто мой личный прикол. Я могу добавить ее так, как украшение, типа, в какой-то момент. Вот. А, например, в «Умн-Песке» нету гитар, хотя, ну, в выступлении мы играем... Ну, я играю ее на гитаре. А там, кроме барабанов двух басов, там ксилофон игрушечный, мелодика, этот, блядь, кларнет. Там, где вот это разъепает. Я просто взял кларнет, ну, и начал на нем издавать какие-то звуки. Я подумал, ха, ну, звучит как фриджас, не сик. Хотя, ну, до этого я пробовал на нем играть, у меня что-то получалось, но вообще для моей цели хватает. Просто не надо делать шумы и сделать классный кусок в треке. Вот. Поэтому там супер неочевидный вообще набор инструментов. Хотя, ну, вообще не стоит на это обращать внимание, потому что если оно классно звучит, то какая разница, из чего оно сделано. Можно вообще набрать сэмплов из разных песен и исказить их до такой степени, что ты не узнаешь ни одного из этого, и это будет абсолютно новый трек. А о чем был вопрос? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok